В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В ноябре в Украине стартовали первые выплаты за сэкономленные субсидии. Кто имеет право на такую компенсацию и о каких суммах идет речь? Об этом будем говорить с директором Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Еленой Китайской. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать с того, что такое сэкономленные субсидии. Наверное, начнем с того, что мы привыкли, что субсидия это выплата государственной помощи и всегда она давалась безналичным выражением. То есть перечисления шли на те организации, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. И впервые в этом году была проведена монетизация субсидии. Конечно, коснулась она только очень небольшого количества людей. Это те, кто получал субсидию на отопление либо газом, либо электроэнергией, то есть индивидуальное отопление. И те, кто сэкономил в пределах социальных норм эту субсидию, то есть не использовал в полном объеме. Правильно я понимаю, что это не касается тех, кто живет в многоквартирных домах? У кого центральное отопление, это не касается. То есть индивидуальное газовое или индивидуальное электроотопление. По тем спискам, которые мы получили от наших поставщиков услуги, у нас почти 2500 таких одесситов, которые имеют экономию. И это те люди, которые должны были до 1 ноября подать заявление в районное управление социальной защиты и указать, каким образом выплата будет проводиться. Либо счет в банке указывается человека, либо домашний адрес для почтового перевода. Из 200 до 2500 обратилось 2300, ну чуть больше, чем 2300. Это неплохо показать. Практически все, потому что размер этой экономии мог быть от 1 гривны до максимально 700 гривен по газу или 135 гривен по электроэнергии. То есть это стоимость экономленных средств, но не более чем оплата 100 кубометров газа или 150 кВт электроэнергии. В среднем наши жители, которые сэкономили эту субсидию, получают где-то порядка 580 гривен. Вот это средний размер той суммы, которая получит уже в виде монетизированной субсидии. То есть персонально человек получает уже деньги и воспользуется либо на дальнейшую оплату, либо по его разумению. На свое усмотрение. Хорошо. А если мы продолжим говорить о монетизации, что будет с 1 января 2018 года? Потому что власти говорят о том, что монетизация будет продолжаться и будет проходить в три этапа. Да, речь идет о том, что будут монетизированы субсидии и льготы. И сегодня мы знаем, что в проекте бюджета льготы на жилищно-коммунальные услуги предполагается с 2018 года переложить на местный бюджет. То есть это все в планах. Когда будут приняты решения, мы их будем реализовывать. Но о том, что должна пройти монетизация, это уже не первый год было сказано. И учитывая тот опыт, который мы уже имеем по монетизации субсидии 2017 года, мы, я думаю, что в 2018 году уже будем более расширен круг тех видов субсидий, на которые будет проведена монетизация. Ну вот одним из этапов также называют создание реестра субсидиантов. Вот что это такое? Реестр субсидиантов, он уже создан. То есть все люди, которые обратились за субсидиями и включены в программу получателей субсидий, они формируются в единый реестр по Украине. То есть этот реестр сформирован, передаются ежемесячно базы данных на уровень Министерства социальной политики, где и формируются данные реестры. То есть те, кто получают субсидию, они внесены в реестр получателей. Сегодня парламент принял закон и выделил еще почти 8 миллиардов гривен на субсидии в текущем 2017 году. Почему так, на ваш взгляд, получается, что выделенных средств не хватает? Много людей обращается или рассчитывают неправильно? Во-первых, мы понимаем, что для многих людей субсидия является тем спасательным кругом, который не дает накапливать долги за жилищно-коммунальные услуги. И поэтому все-таки люди поверили в эту помощь и обращаются намного больше, чем это было раньше. Это первое, это то, что была упрощена, субсидия сыграла роль. Ну и второе, наверное, все-таки уровень доверия к этой выплате повысился. Вот если говорить об одесситах, то у нас, если брать даже две даты, 1 ноября 2016 года и 1 ноября 2017 года, то на 1 ноября 2016 года у нас было 38 тысяч получателей, на 1 ноября 2017 года уже 50 тысяч получателей. И рост идет постоянно. Кроме того, что, конечно, при расчете мы заранее понимали, что наши бюджетные назначения, которые мы получили, их просто не хватает. То есть об этом мы начали говорить еще по итогам буквально первого квартала. И был первый транш, когда добавили городу на субсидии. И вот надеемся, что сейчас после выделения дополнительных средств нам удастся погасить те долги, которые есть. А это на сегодня 130 миллионов. И мы будем иметь средства для того, чтобы эти субсидии до конца года профинансировать. В конечном итоге к чему должна прийти монетизация? К получению субсидий с живыми деньгами? Естественно. Сегодня мы говорим о том, что при перечислении организациям этих средств может быть люди не совсем ориентируются в суммах назначенных. Они не понимают, очень часто обращаются, не понимают, какие суммы субсидий назначены, почему постоянно делаются перерасчеты, почему им в итоге приходится что-то доплачивать по итогам окончания отопительного периода. Когда будет монетизация, это будет четко прозрачно, и человек будет сам уже ориентироваться с этими выплатами. Потому что мы сегодня имеем много обращений, когда человек, назначив субсидию, проплачивает вроде бы правильно по тем счетам, в итоге после окончания отопительного периода делается перерасчет, ему опять что-то приходится доплачивать. Очень много обращений, очень много жалоб. А так человек будет знать, как ему экономить ресурсы, потому что сегодня уже люди понимают, что надо не просто использовать ту же электроэнергию или газ, а еще и экономить за это, получать соответствующие бонусы. И, естественно, уже размеры субсидий будут конкретно в отношении каждой семьи, они адресно будут рассчитываться. Чем ниже доход, тем будет размер субсидий выше, и чем выше доход, тем больше человеку все равно придется платить. А если будет так получаться, что люди, получая живые деньги, будут использовать их не по назначению? Ну, знаете, давайте мы перейдем к монетизации, и потом будем об этом думать. Хотя, конечно, будут явно введены механизмы, которые будут давать основания, повлиять на то, чтобы все-таки эти деньги шли на оплату жилищно-коммунальных услуг. И, к слову, такие механизмы есть и на сегодня. Ведь субсидия — это не только помощь, она еще и дисциплинирующая помощь, потому что назначив субсидию, ты имеешь право ее назначить, если у тебя есть долги, ты имеешь право назначить субсидию. Но если ты назначил субсидию, то в период получения субсидии ты обязан наплачивать свою долю за жилищно-коммунальные услуги. И нам, организации, дают постоянно сведения о тем, кто имеет задолженность. Если эта задолженность имеется, то мы можем приостановить субсидию. А если оканчивается срок получения субсидии, то на следующий период при наличии задолженности свыше двух месяцев субсидия не продлевается. До того момента, пока либо не будет погашен долг, либо не будет заключен договор о реструктуризации долга. И тогда... А с кем заключается договор? С тем, перед кем долги. То есть с той организацией, с поставщиком, перед кем есть долг, должна быть либо договор, либо этот долг должен быть погашен. А на сегодняшний день, как вы можете сказать, практика, много ли должников по субсидии? Ну, на май месяц, на начало, будем говорить так, перерасчетов на следующий период, то у нас было практически 11 тысяч людей, которые мы не продлили субсидию, потому что была задолженность. Сегодня это остались уже единицы, потому что действительно, учитывая начало еще отопительного периода, люди понимают, что надо решить свой вопрос для того, чтобы продлить субсидию. Потому что кроме как наращивания долгов, если ничего не решать в этой ситуации, ничего не будет. Чтобы понимать, 11 тысяч человек, это много или мало? Ну, если было 50 тысяч получателей, то это много. Это много. Пятая часть, да. Это много. И, вы знаете, для того, чтобы не было таких ситуаций, то здесь уже город подставляет плечо, и мы дополнительно к субсидии еще имеем городские выплаты. Это и муниципальная помощь на погашение долгов, поскольку субсидия долги не гасит, и та помощь, которую мы давали на тепло. Это пенсионеры, не работающие с пенсии, до 1700 гривен. Сегодня мы работаем над программой уже 18-го года, и я думаю, что с января месяца мы тоже этот вид помощи будем возобновлять, потому что мы видим ситуацию, что даже при наличии субсидий очень много людей, которые не в состоянии платить даже ту свою часть по размерам, позволяющую по доходам платить. А если сейчас пересмотрят в связи с тем, что повысилась минимальная заработная плата, не случится ли так, что еще тяжелее многим откажут в субсидиях? Вы знаете, мы уже пересчитали эту субсидию с октября месяца, то есть 23 октября начался этот петельный сезон, и те, кто был получателями субсидий, автоматически мы делаем перерасчет с учетом вот этой суммы уже на отопление. По пересчету мы имеем немножечко уменьшение количества получателей где-то в пределах 10%, и немножечко ниже размер средней субсидии. Почему? Потому что действительно сыграла роль увеличенная минимальная заработная плата с января месяца 3200, а как раз для расчета субсидий с октября мы берем доходы за первый и второй квартал 2017 года. И естественно, доходы выше, значит субсидия меньше. Увеличение пенсии, которое произошло с октября, сегодня не сыграло на размер субсидий роли, потому что октябрь месяц и доходы с октября месяца в расчет не берутся для расчета субсидий с октября. А вот когда с мая месяца будет делаться расчет, то, конечно, тут и повышение пенсии тоже сыграет роль на будущий размер субсидий. Вокруг субсидий всегда было множество мифов, в частности, что могут забрать потом за долги квартиру. Вот как совсем недавно вице-премьер-министр Павел Розенко снова заявил о том, что субсидия — это безвозвратная помощь, и что вернуть ее можно будет только через суд, в случае, если там изначально подавались неправдивые данные в декларацию. Вот вы знаете о таких прецедентах, чтобы возвращали субсидию? Вы будущие наследники или те люди, которые приобретут жилье впоследствии после того человека, который получал эту субсидию. Это мифы. С 95-го года эта программа работает. С 95-го года ни одного случая возврата субсидий только потому, что меняется собственник, нет. Никаких изменений права собственности для самого собственника не наступает. То есть субсидия, вы правильно сказали, это безвозвратная помощь государства. И может возникнуть ответственность только тогда, когда действительно указываются какие-то недостоверные данные или скрываются какие-то факты. Хотя сегодня это сделать очень сложно. Почему? Потому что заполняются для назначения субсидий только два документа. Это заявление и декларация. Вот в декларации указываются виды доходов, которые человек получает. А размер доходов мы уже сами запрашиваем. Фискальную службу, пенсионный фонд. То есть сами берем сведения о доходах. Если человек правильно укажет виды своего дохода, то по идее он не должен иметь какие-то потом последствия. Но если он не укажет виды доходов, которые, допустим, мы не могли запросить у фискальной службы или не было каких-то сведений, ну, даже, допустим, есть где-то земля, которую он сдает в аренду, имеет от этого доход, он не указал. И проходит верификация. То есть сегодня, имея единый реестр получателей субсидий и подавая сведения, то есть эти сведения проверяются по всем направлениям. И если будет установлен факт недостоверной подачи документов, это может и в отношении доходов, может быть и в отношении членов семьи, которые зарегистрированы, то, конечно, субсидия приостанавливается и переполученная субсидия возвращается. То есть никаких там штрафных санкций нет, но возврат происходит. Это раз. И плюс мы понимаем, что есть один момент, который сегодня по закону лишает права на назначение субсидий. Это приобретение или оплата какой-то услуги с суммой свыше 50 тысяч гривен. Вот если происходит какая-то ситуация, человек назначил субсидию и он это указал, мы можем это на субсидию назначить только в порядке исключения по решению комиссии. Если же эта ситуация возникает после того, как он назначил субсидию, он об этом должен обязан сообщить в районное управление социальной защиты. Точно так же, как он обязан в течение месяца сообщить о любых фактах, изменениях, которые произошли и которые играют роль на получение и размер субсидии. Может быть, поменяется статус у человека. Он, допустим, был работающий, стал пенсионером. Или, может быть, кого-то дополнительно зарегистрировали. Или кого-то, наоборот, сняли с регистрации и уменьшилось количество получателей. То есть обо всех этих фактах семья обязана сообщать в органы социальной защиты по месту получения субсидий. Ну и подводя итог нашего разговора, хотелось бы еще раз резюмировать. Сегодня что нужно сделать для того, чтобы получить субсидию? Механизм. Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в районное управление социальной защиты по месту регистрации, поскольку субсидия назначается только зарегистрированным на данной жилой площади, без регистрации, только если есть договор аренды у семьи. Вот в районное управление обращаются, подают два документа, заявление и декларация. При этом можно обращаться как лично, то есть при прием, отправив в почту заявление, декларацию, либо электронной почтой. Если у людей есть электронные подписи, этого будет достаточно. Если нет электронной подписи, то в течение месяца с момента отправления заявления, декларации электронной почтой, человек приходит в районное управление и подписывает свои документы. Этого достаточно для того, чтобы оформить субсидию. Все, что надо для расчета, запрашивается самостоятельно районным управлением и расчеты делаются после получения всех сведений, необходимых для того, чтобы субсидию рассчитать. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях была директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.